Добрый день! Сегодня я расскажу про старую, но необычную и интересную головоломку. Это QJ Crystal Pyraminx или Pyraminx Crystal. Производилась только фирмой QJ и является ничем иным, как киломинксом, смешанным с пирамидкой. Так выглядит киломинкс, так выглядит пирамидка. Если их объединить, получится что-то вроде этого. Получается, чтобы собрать Crystal Pyraminx, надо обязательно уметь собирать киломинкс обычный и какие-то методы из пирамидки, хотя кроме пиф-пафа тут ничего и не нужно. Долонка старая, но мне не раз в комментариях просили про нее рассказать. Наверное, пора. Специально перед записью видео я проверил, можно ли сейчас купить. И да, на зоне рублей за 900 можно приобрести. Я знаю, что все равно будут спрашивать, поэтому ссылку оставлю в описании. Но сразу отмечу, что головоломка не очень приспособлена к неаккуратной сборке. В комментариях на том же озоне жаловались, даже одну звезду ставили из пяти. Но если вращать аккуратно, постепенно притереть, да может быть еще и смазать, то проблем не будет. У меня, по крайней мере, за несколько сборок ни разу не развалилось. Размером чуть больше киломинкса, если сравнить с мегаминксом, то где-то вот так. Здесь маленькие уголки вот такие. Это аналоги таких углов от киломинкса. Центров нет, поэтому, как и на киломинксе, можно любой цвет на любом месте собрать. Вернее, начать на любом месте собирать любой цвет, а дальше уже как пойдет. И вот двухцветные элементы. Это ребра, как у пирамидки. Вот такие. Перемешаем. Чем мне нравятся подобные головоломки, они очень быстро перемешиваются. Элементов много, но стоит немного сделать движений, и уже все хорошо перемешано. Вот, вращается. Иногда можно заметить, что застревают эти ребра. Иногда они пытаются вырваться со своих мест. Но мой экземпляр более-менее притерся, и особых проблем нет. Ну, быть может, встретиться. Пугаться этого не стоит, надо быть просто аккуратным. Механизм не хитрый, но работает. Покажу пример сборки. Подробное обучающее видео делать пока, наверное, смысла нет. Надо сначала делать киломинкс, а потом уже вот это. Но примерчик показать можно, многим этого будет достаточно. Сначала собираем как киломинкс, любым доступным способом абсолютно точно так же. Из-за того, что здесь много элементов, ориентироваться посложнее. Ну, вот, бело-красно-зеленый угол. С ним рядом нужно поставить еще какой-нибудь угол бело-зеленый. Не самым эффективным способом. Но вот я поставил один угол, второй угол. Я выбрал эту грань. Можно было собирать, к примеру, на этой. Разницы никакой. Дальше. Бело-фиолетовый уголок. Не вижу. Бело-синий-красный. Хотя давайте бело-синий-красный поставим с другой стороны. Вот у нас еще угол. Вот у нас бело-фиолетовый. Можно вот так. Уже четыре уголка. И вот еще один. Ну, все приемы для киломинкса здесь работают. Вот собран первый слой, но из углов. Без ребер. Должна вот такая звездочка получиться. Хотя больше на снежинку похоже. Ребра собирать будем потом, после того, как соберем этап киломинкса. Можно, конечно, и сразу здесь накидать каких-то ребер, пока все остальное перемешано. Но в процессе сборки эти ребра могут сместиться. Так что особого выигрыша нет. Ну, расскажите в комментариях, как собираете вы. А я пока соберу дальше. Вот я вижу здесь зелено-фиолетовый уголок. Поставлю его вот сюда. Можно собирать сначала, вот если белый снизу, вот эти уголки. Возможно, так проще. Потом вот эти. Можно собирать сразу все. Но сразу все здесь не всегда удобно, из-за того, что в глазах все-таки пестрит. И трудно ориентироваться. Поэтому давайте я сначала соберу нижний. Сюда вот зелено-красный. Так. Вот он стоит. Дальше сюда синий-красный нужен. Поищем его. Вот. Чтобы не сломать. Отсюда его извлечем. И сюда поставим. Раз, два, три. Теперь сюда желто-синий. Интуитивно абсолютно ставим. И сюда фиолетово-желтый. Если непонятно, что я делаю, то, наверное, стоит сначала взять киломинкс и научиться собирать его. Тоже сразу учиться собирать киломинкс на версии кристалл пироминкс будет сложно. Хотя, почему нет? Итого. Мы собрали пять вот этих уголков. Можно собрать вот эти. Так. Просто ищем сверху какой-нибудь уголок, который не серый. Напротив белой грани должна быть серая. Вот уголок. Желто-оранжево-зеленый. Найдем место. Тут зеленый есть. Но тут темно-зеленый. Здесь светло. Значит, где-то в другом месте. Вот где-то здесь. Вот желтый цвет. Вот зеленый. Вот оранжевый. Нижний цвет желтый. Делаем пиф-паф. Хорошо. Ищем следующий. Вот фиолетовый. Можно поставить сюда. Так. Подошел. Дальше. Вот такие цвета. Здесь розовый, бежевый. Розовый, бежевый. Красный, нижний. Хочется вращать быстрее, но иногда упираешься вот в эти ребра. И они вот так вот делают. Движение становится не такое красивое. Так. Ну и этот вот сюда. Если вращать аккуратно, то все должно получиться. Вот сюда еще элемент нужен. Опять зеленый, который должен быть здесь. Находится сверху. Таким же способом. Можно три пиф-пафа сделать вместо этого. Просто как угодно, любыми способами собираем углы киломинкса. Дальше. Здесь нужно развернуть. Можно использовать алгоритмы ОЛЛ из-за киломинкса. Но специально для всех я покажу, как это пиф-пафами разворачивается. По методу для начинающих. Просто берем серую грань. Получается сзади слева. И делаем пиф-пафы. Тут четыре пиф-пафа. Ну как на мегаминксе? Два. Три. Четыре. Развернулся. Серый назад. Делаем два. Так. Все развернулось. Ну, у меня получилось так, что собрались уголки сами. Но бывает, что и тут углы нужно собирать. Можно использовать для этого всего один алгоритм. Но если не хочется учить остальные, то либо лямбда из кубика 3х3 подлиннее, либо более короткий, специально для киломинкса. Сделанный. Ну, может он где-то еще применялся. В мегаминксе нужен для перестановки ребер. Ну, а здесь отлично переставляет уголки. То есть, если у нас вот так. Есть блок. Ну, тогда будет и второй блок. Нужно расположить. Вот грань передняя. Один блок слева. Другой сзади справа. Сделать следующее движение. R2. U2. R2 штрих. R2 штрих. U штрих. R2. O2 штрих. R2 штрих. И довернуть. Получается вот так. Может случиться такое, что блока не будет. Сейчас как-нибудь сломаем. Вот. Блока нет. Тогда мы сначала сделаем алгоритм, чтобы блок появился. А потом соберем до конца. Здесь мы понимаем, что вот эти два элемента остаются на местах. Вот эти два. Левые. А вот эти передвигаются по часовой стрелке. Было бы хорошо, чтобы вот этот зеленый встал вот сюда. Рядом с этим зеленым. Ну, значит, надо сделать так, чтобы этот остался на месте. Да? Поставил он вот сюда. А эти переместятся по часовой. Вот этот зелененький переместится сюда. И появится блок. Я делаю это почему-то с белой стороны. Ну, очевидно, должна быть серая сверху. Вот, появился блок. Здесь, возможно, надо будет довернуть. Главное, чтобы один блок был слева, а другой сзади и справа. И все. Так переставляются уголки. Но на версии Crystal Pyraminx этого не пригодилось знание. Поэтому собираем дальше. Пока собирали все как киломинкс. Теперь соберем ребра. Ребра будем собирать как на пирамидке, таким пиф-пафом. Ну, либо зеркальным. Ну, и понятно, нам придется делать дополнительные ходы, чтобы как-то что-то совместить. Ну, к примеру. Есть вот белое-фиолетовое ребро. Белая грань снизу. Отсюда удобно ставить вниз. Если мы сделаем вот так, то белое ребро становится сюда. Но здесь место не то. Поэтому я сделаю обратно. И подумаю, как же вот этот элемент поставить на белую грань, да на свое место. Просто взять и это место подвернуть. И пиф-пафом ставить. Если вот здесь вот нужный цвет, который снизу, то все будет хорошо. Поставили на место и возвращаем обратно. Ищем другие белые. Но сначала смотрим сверху, а нижние потом уже как-нибудь разберемся с ними. Вот бело-желтый ребро. Понятно, что было бы неплохо, чтобы он оказался здесь. И можно его поставить вот сюда. Потом желтое пододвинуть сюда. И сделать пиф-паф. Но можно сделать как? Сразу пододвинуть желтое место сюда. И пиф-паф сделать вот такой. Здесь длинное движение. Здесь короткое. Обратно длинное. Такое двойное. И здесь короткое. Желтое стоит на месте. Возвращаем до ворот. Главное не забывать вот эти вот дополнительные ходы возвращать, чтобы у нас потом все сохранилось. Дальше. Вот, к примеру, есть синий. Но он белым цветом смотрит не в ту сторону. То есть поставим его сюда. Синий будет вниз. А должен быть сбоку. Значит мы можем его как-то развернуть. Хотя можем и не разворачивать. Можем сделать вот так. Отсюда, вот таким длинным-длинным движением поставить сразу на место. Очень удобно. Вот столько вот. Раз. Два. Три. Четыре. Можно и так. Сейчас еще успеем разворачивать. Так, остается зеленый и красный. Вот зеленый элемент. Он очень далеко. При желании можно взять его и простым пиф-пафом сделать поближе. Отсюда в один ход не хочется становиться этот элемент. Значит, можно еще его поближе. Отсюда вот сюда поставить. Можно либо просто вот так вот сделать. Сделать пиф-паф. Либо, если не хотите запоминать много ходов, сделать пиф-паф тут. Элемент появится здесь. И уже пиф-паф отсюда. И сюда. Какой остался? Бело-красный. Вот он, бело-красный. Стоит. Неудобно. Но можем его сначала отсюда извлечь. Вот у нас белая грань. Если мы будем делать пиф-паф вот так вот, то сломаем вот это. Это нехорошо. Поэтому можно вот отсюда ее куда-нибудь вот сюда поставить. И уже пытаться что-то изображать. Ну, я подведу его поближе. Сначала сюда. Но опять не очень. Делать этот отмог вот такой. И отсюда уже пиф-паф. Можно и более эффективно все это делать, но я пытаюсь как попроще показать. Менее замысловат. Вот мы собрали первые пять ребер. Дальше удобно собирать вот этот первый слой. Ну, получается второй ряд ребер. Просто берем их по кругу, собираем. Ну, к примеру, вот зелено-фиолетовое здесь должно быть. Поищем зелено-фиолетовое. Но он стоит где-то неудобно. Лучше с него не начинать. Давайте начнем с синий-желтого, чтобы зелено-фиолетовое как раз вылезло. Синий-желтый. Вот синий-желтый. Очень далеко. Сначала пододвинем поближе. Так. И мы видим, что вот отсюда его нужно вот сюда. Синий цвет стоит удобно. Можно поменять ориентацию. Ну, вернее, приблизить. Вот так мы его приблизили. И отсюда уже сюда поставим. То есть белый вот. Здесь ничего не ломаем. Вот поставили синий-желтый. Идем дальше. Сюда нужно фиолетово-желтый. Поищем. Оно вот здесь. Ну, все самые неудобные ситуации у нас тут получились. Но ничего страшного. Подведем поближе. И видим, что если его сюда вот поставить, то будет не той стороной. Есть легкий прием. Берем вот так вот. Отводим назад. И ребро разворачивается. И отсюда вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Становится на место. Главное потом вернуть. И здесь все цело. То есть собираем. И эти собранные ребра идут туда вниз. Куда-то. Дальше. Вот зелено-фиолетовое должно быть сюда. Ставим вот так. Сетапов. Готово. Возвращаем. Дальше. Зелено-красные. Зелено-красные. Вон оно где. Очень далеко. Очень далеко. Сначала чуть поближе. Подведем. Видим, что вот так вот. Нехорошо. Не попадает. Можно еще чуть поближе его поставить. И отсюда уже удобно. Зеленый-зеленый. Удобно ставится. Дальше. Сюда синий-красный. Подведем вот так. Делаем пиф-паф. Возвращаем. И вот у нас еще один ряд. Ребер готов. Ну, вот эти поудобнее. Здесь меньше стопов. Наверное, будет. Вот сразу. Бежево-красные. Готово. Дальше. Вот. Розово-красные. Подвернем сюда. Готово. Идем дальше. Здесь бежево-зеленые. Здесь можно уже не по порядку. Как удобно собирать. Так как мы через верхние, пока не собранные, будем делать пиф-пафы. Это снизу. Вот. Оранжево-желтая. Если мы повернем вот сюда, то оранжевый цвет нехорошо стоит. Тогда повернем вот сюда. И, получается, жертвуя вот этим, пока что, собираем вот этот слой. Можно было, конечно, и не жертвовать. Но ничего страшного. Дальше. Вот интересный случай. Вот это ребро нужно поставить вот сюда. Тем же пиф-пафом. Поднимаем. Вставляем. Все совпадает. Возвращаем. Если по цветам бы не совпадало, то имело бы смысл его отправить куда-нибудь сюда, там развернуть и поставить уже на место. Дальше. Синие. Вот есть синие-зеленые. Можно для начала сделать вот так. Перенести на верхнюю грань. А здесь уже такой светопмов. Сюда. И сюда. На самом деле верхнюю можно обратно не возвращать грани. Но для определенности, для удобства, я возвращаю. Дальше. Еще один синий. Еще один синий. Где-то вот здесь. Ну, лучший способ достать элемент, это поставить на его место нужный. Да, и нужный как раз рядом. И вот синий. Удобным цветом. Вот. Здесь он стоит слева. Ставим вот так. Так. Сюда нужно бежевый-зеленый. Вот он. Но надо, чтобы зелененький падал сюда вниз. Поэтому отведем на это место. Так. Дальше. Сюда и сюда. Два элемента осталось. Ну, вот этот находится здесь. Значит, сначала соберем вот этот. Оранжево-фиолетовый. Он находится вот здесь, где-то сбоку. И можно поступить как? Сначала я выдвигаю таким сетапмовом его наверх. Потом поддвигаю вот сюда. И здесь вот ничего не ломается. Делаю пиф-паф. Возвращаю. Да. Для чего он нужно доворачивать? Чтобы по цветам удобно было возвращаться. И этот. То есть двойной сетапмов. Вот здесь теперь нужно. Ну, здесь легко. Здесь все удобно. Так. Ну и вот. У нас получается раз уровень. Два. Три. Три уровня ребер собрано. Вот этот чуть покорявее. Четвертый. Будем сейчас его собирать. Вот это перевернутое пока оставим. Вдруг сама разобьется. А остальные соберем. Вот сюда нужно бежево-голубое. Проще сначала находить наверху не серые. И ставить на свои места. Мы можем вот это место. Либо вот так подвернуть. Чтобы синий цвет здесь был. Либо вот так подвернуть. Чтобы здесь был бежевый цвет. Нам нужно, чтобы был синий. Значит подворачиваем. Таким образом. Отсюда делаем пиф-паф. На серые ребра пока внимания не обращаем. Они могут собираться. Могут разбираться. Дальше. Вот здесь розово-зеленое ребро. Его нужно поставить вот сюда. Но отсюда неудобно ставить. Поэтому сначала перекинем куда-нибудь сюда. И отсюда надо сюда. Если поставим вот так, будет плохо. Цвета не совпадут. Если поставим вот так, то ребро уходит. Надо его отсюда, значит сюда переставить. Сюда переставить. Сначала это место. Потом ребро. Обратно. Обратно. И вот теперь уже должно быть все хорошо. Зеленый. Зеленый. Ну и собираем. Так. Сюда зелено-оранжевый. Он тут. Ну, наверху остались одни серые. Ну, значит будем доставать. Вот это с этим надо просто местами поменять. Делаю так. Просто извлекаю пиф-пафом. Возвращаю. Подвожу место. Ставлю. Тем временем оттуда извлекается зелено-оранжевое. Оранжевое. С оранжевой стороной. Так. С этими разобрались. Ну, осталось вот это ребро. Его можно, конечно, последок оставить. Но давайте разберемся сейчас. Сначала отсюда его извлекаем. Сетап move. Вышло. И вот так. Теперь, ну, видимо, я не той стороной извлек. То, что нужно розовый. Тогда ребро уходит. Значит, нужно переставить вот сюда. Место. Ребро. Обратно. Обратно. Ну, и теперь подводим место. И просто ставим. И у нас собрано все, кроме верхнего слоя. Тут надо сначала поставить на свои места, неважно какой ориентации, два ребра напротив. Если бы два таких, два таких, два таких. Неважно. Вот одно какое-то стоит. Нам нужно поставить ребро. Либо это, либо это. Ну, так, чтобы вот это не сломать. Где у нас зеленое? Зелено-серое здесь. Можем поставить его на это место. Всегда легко и интуитивно это поставится. Возможно, у вас будут стоять два ребра вот так. И будет жалко их ломать. Не надо жалеть. Одно оставляем. Пусть перевернутая. Второе ломаем. Главное поставить два напротив. После чего вот эти три оставшихся всегда за один пиф-паф встанут на свои места. Вот. Это розовое встанет вот сюда. Делаем пиф-паф. Готово. Ну, и у нас получился веселый паритет, который можно решать на Crystal Pyramid разными способами. Я покажу самый, как мне показалось, простой и универсальный. Он не всегда самый быстрый, особенно вот для такого случая. Но запоминается очень легко. Покажу на белой грани, чтобы продемонстрировать именно эффект от него. Берем сначала головонку так. И будем делать пиф-пафы правые и левые. Следим вот за этими ребрами. У нас первоначально перед собой зеленая грань. Запомним. Делаем правый пиф-паф. Перехват против часовой стрелки. Делаем опять правый пиф-паф. Еще перехват против часовой. Делаем левый пиф-паф. Перехват обратно. Делаем еще один левый пиф-паф. Сделали два правых пиф-пафа, два левых И перехват Два против часовой стрелки, один пол И что получилось, у нас два вот этих ребра развернулись Два ребра, которые напротив зеленой грани То есть мы изначально держали вот так Два вот этих ребра развернулись на месте Здесь может случиться такое, что будут развернуты четыре ребра Тогда комбинацию сделать нужно два раза Только два Тогда один раз И вот так придется сделать два Решим вот эту Недавно созданную Делаем пиф-паф, раз Перехват Пиф-паф, два Перехват Пиф-паф, левый Перехват обратно И еще пиф-паф, левый Все собирается Как же поступить в этом случае? Сначала развернем один элемент И какой-то вот, который между ними Тогда у нас этот станет правильно, а этот перевернутый будет И потом сделаем еще раз Разворачиваем два вот этих Правый пиф-паф, перехват Правый пиф-паф, перехват Левый пиф-паф Перехват обратно Левый пиф-паф Возвращаемся Вот у нас два ребра, нужно развернуть И они находятся рядом Ну, чуть побыстрее Если головоломка не заклинит Раз Два Три Четыре Как мы видим Ни один Crystal Pyraminx во время сборки не пострадал Ничто Не развалилось Забавная головоломка Не сильно сложная Интуитивно в основном решается Можно здесь придумывать Различные комбинации Хитрые ходы Приемы и так далее Здесь очень много интуитива Ну и вращается, конечно Не очень хорошо Но достойно На базе Crystal Pyraminx Сейчас сделали Crazy версию От компании MF-8 Сделали еще какую-то Мультиверсию С внутренними элементами Но я не покупал Пока никаких неразумных денег стоит Было бы неплохо Если бы какой-то производитель Сделал бы современный аналог Потому что и наклейки здесь Задираются Да и много лет уже Этому пазлу Вот такой вот экземпляр А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok